Вот вы сказали, нам нужно остановить Путина, Россию, а вот если на это заявление смотреть, то что в России формируются четыре отдельные армии, подчиняющиеся разным лицам, это давно известно, об этом также подтвердил секретарь СНБО, это Татьевы Вагнеровцы, Кадыровцы, отдельная армия Шойгу. И вот, как сказал Алексей Данилов, что надо считать дни, пока они там друг друга начнут убивать, это просто вопрос времени, потому что начнутся обязательно какие-то разборки. Стоит ли на это надеяться нам, что это остановит Путина? Ну, вот на это я тоже бы не рассчитывал. Я не рассчитывал бы на внутренние конфликты, я не рассчитывал бы на переворот какой-нибудь, да, я не рассчитывал бы на покушение на Путина, на убийство Путина. Вот на все эти лотерейные билетики я бы не рассчитывал. Конечно, приятно купить лотерейный билет и выиграть, но тут надежды мало. Я скорее рассчитывал бы, будем откровенны, на изменение точки зрения Запада, который, как мне кажется, за последние 8 месяцев очень сильно сдвинулся в своем восприятии того, что происходит. Я считаю, что Запад понимает, что война с Российской Федерацией неизбежна, что это не только Путин, что как бы смена Путина, в отличие от смены Лукашенко, да, не ведет к изменению режима в Российской Федерации. Ну да, там много как бы гадких людей, там хороших-то сейчас практически не осталось, поэтому и Шойгу плох, и Пригожин плох, и Кадыров плох, и Путин плох, и Медведев плох, и Патушев плох. Там нет хороших людей, да, там нет альтернативы, реально там нет альтернативы, поэтому рассчитывать на это, мне кажется, неправильно. И я думаю, что Запад встанет перед необходимостью вступления в эту войну, что Путин поставит Запад перед необходимостью вступления в эту войну. И это, безусловно, как бы сдвинет уже чашу весов. Это сдвинет чашу весов со стратегией сдерживания России в Украине, потому что пока что Запад проводит стратегию сдерживания России в Украине. То есть за счет Украины, будем откровенны, помогая Украине, да, конечно, помогая оружием, помогая деньгами, помогая приемам беженцев, помогая психологически, политически, да, конечно. Но, тем не менее, пока что ценой Украины Запад сдерживает вот эту разгорающуюся третью мировую войну в надежде, что он, тем не менее, сумеет ее сдержать в пределах Украины. Повторяю, у меня нет в этом уверенности. Хотя я не буду утверждать, что это вот абсолютно невозможно. Но почему-то мне кажется, что такого сценария все-таки тоже как бы не случится. Ну вот, но, понимаете, уже сейчас, понятно, за восемь месяцев, ведь мы уже как бы сильно тоже продвинулись в понимании того, какие возможности остаются у Путина. Сухопутной партии, армии у Путина нет. Он ее всю погубил в Украине. Он может сейчас, он уже сформировал вторую армию, да, вот объявил мобилизацию 300 тысяч. Все 300 тысяч тут же ушли за границу. То есть вот второй эшелон этой армии он тоже потерял. Значит, сейчас он формирует третий эшелон этой армии. Ну вот будет сейчас очередной осенний призыв, там где-то 120-125 тысяч человек. Плюс они набирают, вылавливают молодежь, да, по всей стране, и не только молодежь. Хорошо, он соберет сейчас эту новую армию. Она не будет более боеспособной, чем первый эшелон. Это точно менее боеспособный. Это гарантированно, да. Поэтому он сейчас уложит как бы вот этот третий эшелон. Второй эшелон, слава богу, ушел за границу. А третий эшелон он сейчас снова положит в Украине. И поймет, что все равно сухопутной армии нет. То есть ее нет даже на захват Украины. Что же нам обсуждать эту сухопутную армию для потенциального столкновения с НАТО? Тем более, что последний мадридский саммит, который был, да, планируют увеличивать армию быстрого реагирования НАТО с 40 тысяч до 300 тысяч, кстати. Те же самые 300 тысяч почему-то называются. И это, предположительно, будет боеспособная профессиональная армия, а не такая, которую собираются выставить против нее в России. И повторяю, все идет к тому, к сожалению, да, ну, для, наверное, для Путина, но и для всех, для нас тоже, да. Все идет к тому, что единственный вид оружия, которое у Путина есть, и которое еще остается нетронутым, незадействованным, это ядерное оружие. Поэтому вот наша, тем не менее, задача свернуть Путину шею до того, как он приступит к нажиму вот этих вот красных кнопочек. А то, что там стоит вокруг него толпа людей, которые готовы эти кнопочки нажать, они наоборот будут его сдерживать, это я вам гарантирую тоже. Поэтому, на самом деле, у нас задача как бы сложная, но она сложна даже не потому, что нужно на уровне обычных видов вооружений противостоять агрессии Путина, а из-за риска начала ядерного столкновения. Продолжение следует...